Но, с одной стороны усталость, с другой стороны возможность вновь повторить то, что не удалось вчера. Вот что перевесит, мы посмотрим. Во всяком случае, у них появляется дополнительный шанс побороться вновь за медаль. Следующим, одиннадцатым, уйдет на дистанцию знаменитый Свин Фишер. От положения после первой стрельбы Драчев пока лидер. Латышский биатлонист Малухин, Малухин, естественно, но на латышский манер, Малухин, он пока второй. И предпоследним, семьдесят вторым, Виктор Майгуров. Я думаю, что Тарасов уже стартовал, просто нам его пока не показывают. Сейчас все внимание ко второму огневому рубежу. Время норвежцы Гелланда продолжает оставаться лучшим после второй стрельбы. Но завершили вторую стрельбу пока всего только два участника. И вот третий, Александр Попов. Александр Попов проигрывает норвежцу после второй стрельбы. Очень много. Минуту и сорок три секунды. Да, сегодня Попов в тени. Сегодня он ни на что не претендует. Слишком силен был удар, который ему вчера нанесли тем, что прервали гонку. Сегодня Попова мы не увидим. Не то, что там среди призеров, но я думаю, что и в десятке, а может быть даже и в двадцатке. Олег Малухин допустил один промах в стрельбе стоя. После завершает он сейчас штрафной круг. Француз Пуаро. Первая стрельба. Да, два промаха. И, в принципе, уже можно режиссеру уйти на других участников, скажем так. Поскольку, да, что-то совсем у него не лазится стрельба. Сбился прицел. Да, четыре промаха. И все. На этом, фактически, гонка для француза закончилась. В принципе, думаю, что победитель сегодня обойдется без промаха. В лучшем случае, если кто-то будет очень быстро бежать, один промах может быть у чемпиона. Ну, вот Свен Фишер, после второй стрельбы, он уходит на заключительную часть гонки. Он стрелял два промаха у него. А вот Оли Эйнер Бьерндален. Ну, последний выстрел у него. Выжду он паузу. И точен он. Это уже, в общем-то, заявка. Поскольку бежит он очень быстро. И думаю, что сейчас после первой стрельбы он станет лидером. А вот Владимир Драчев ведет вторую стрельбу. Помолчим. Один промах. Один промах. Вчера было два. Ну, надо быстро бежать. Вот нам таблицу дают после второй стрельбы. Драчев третий. Гелан, который финишировал второй. Сумеет ли Драчев на финише опередить? Это на финише. Это финиширует Олег Малухин. Его время должно быть лучшим. Вот так на латышский манер он звучит. Олег Малухин. Да, вот на финишной прямой он. Да. Десятый номер. Олег Малухин. Становится лидером в гонке. Его время 28. 37,4 секунды. И мы ждем Драчева. Драчев, напоминаю, после 9 километров проигрывал Малухину 7 секунд. Вот Владимир Драчев на финише. Ну, да. Его ведут уже по второму времени. Владимир Драчев очень быстро, после второй стрельбы, он сначала опережал Малухина, но затем до сил не хватило, учитывая, что вчера он провел полноценную гонку. И в итоге Драчев проиграл Малухину 9 секунд. Но пока он второй. Нам не показали, как ушел со старта Виктор Майгуров, но сейчас уже все участники на дистанции. И сейчас Бьерн Даллен. Ждем его на финише. Поздравить норвежца Оле Эйнера Бьерн Даллена с победой в мужском спринте. 64-й участник. Латыш сейчас был. Стрелял без промаха, он на втором огневом рубеже. Он был, кстати, хорош в гонку. А вот сейчас секунд 15. То есть есть у него шансы, вот если 15 секунд, он сумеет этим. Вот мы видим, что Майгуров пока пятый, минуту и одну, и в две секунды он проигрывает. Но у него есть шанс на бронзу. Шанс на бронзу у него есть. Но для этого надо быстро бежать. Учитывая, что вчера Майгуров практически не напрягался. Гонка была прервана в тот момент, когда он только ушел со старта. У Майгурова есть шанс. Есть шанс на бронзу. Но для этого нужно сейчас бежать как можно быстрее. Финиш 64-го участника. Присвечил Латвии Накун. Он, его пока ведут по второму времени. Но нет. Про Де Андрессена он не сможет лишить серебряной медали. До финиша еще достаточно далеко. А Виктор Майгуров до сих пор еще не прошел отметку в 9 километров. У меня на компьютере нет информации. Вот два... Два латыша. Опередит он Малухина или нет? Практически одно время показали два латышских биатлониста. Шировал второй еще один норвежец Андрессен. Вот финиш Франко Лука. Но он сегодня на медали не претендует. Пятый. Только пятый. Вот Виктор Майгуров ведут его по третьему времени. Вот сейчас он должен стать третьим. Да, Майгуров третий. Но сзади еще... Сзади еще Райканин. Райканин, который... Оттеснит, скорее всего... Да. Оттесняет он Майгурова. 15 секунд. Все те же 15 секунд остались. Виктор Майгуров четвертый. Да, что жалко. Был близок Виктор Майгуров к бронзовой медали. Итак... Оле Эйнер. Бьерн Даллен. Олимпийский чемпион. Сегодня его день. Он, как обычно, быстро бежал. И очень точно сегодня стрелял. Он был без промахов. Его результат превосходен. Он в итоге опередил серебряного призера своего товарища по команде Фроде Андресена больше, чем на минуту. На минуту и две секунды. Ну, а бронзовым призером становится Вилли Райканин. Финский биатлонист Виктор Майгуров в итоге на четвертом месте. Вот таков был мужской спринт. Биатлонисты завершили свою борьбу сегодня. Ну, а поскольку горные лыжи это стало уже неприятной традицией, здесь горные лыжи сегодня вновь перенесены, то я передаю слово Геннадию Орлову, который вам расскажет о соревнованиях на шорт-треке. А я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok